А вот никто и не заметит, в США мусорные баки отныне начнут следить за людьми. В штате Флорида полицейские заинтересовались системой скрытого видеонаблюдения, которую разработала британская компания Коппэм. Эта фирма уже не один год работает в сфере оборонной промышленности. Они устанавливают систему наблюдения самых различных типов и собираются это делать теперь на уличных мусорных баках. Можете себе представить. Считается, что туда часто выбрасывают улики. Система ведет запись на протяжении длительного времени, способна снимать в режиме ночного видения и оборудована самыми различными объективами. Полицейский департамент подтвердил, что уже закупил оборудование, но пока не прокомментировал, как именно его планируют использовать. Зачем все это? Это понадобилось, в общем-то, за отходами-то следить. Обсудим с адвокатом Григорием Красовским. Он выходит на прямую связь с нами. Здравствуйте. Как слышите меня? Вот массу мы боевиков смотрели, самых различных, и там сыщики, инспекторы пытаются найти какие-то улики в мусорных баках. Это связано с законодательством. То, что выброшено человеком для, в общем-то, осмотра этих мусорных баков, не обязательно дополнительных документов, ну, например, ордер на обыск совершенно не надо. Действительно ли это вот такая вот официальная версия, это правда? Или же все-таки темнят спецслужбы американские, и это данное оборудование им понадобилось для каких-то других целей? Частично темнят. Были правовые споры в Соединенных Штатах за последние 20 лет по поводу сбора информации даже из мусора подозреваемых. Дело дошло даже до Верховного Суда Соединенных Штатов. Конечно, полицейские предпочитают и другие правоохранительные органы проверять имущество подозреваемых без добычи так называемого ордера на обыск, потому что это занимает время. Тут приходится сдавать под присягой показания, и судья должен все подтвердить. А сейчас то, что мы сегодня видим, мы видим переговоры между форидскими полицейскими и британской фирмой Копхен, которая уже была влечена засвечена в определенных скандалах по поставке оборудования слежки для разных режимов, которые, к сожалению, нарушали права своих граждан. Сейчас речь идет о полном наборе оборудования. Тот каталог, который разместил издание Intercept, нам показывает, что полицейских заинтересовало размещение портативных микрофонов в мусорной баке, также для видеосъемки. И это существенно отличается от других проектов, в которых хотели просто фиксировать, если американские граждане соблюдают законодательство по переработке отходов. Здесь речь идет о слежке, которая не будет ограничиваться аудиозаписями или видеозаписями подозреваемых, а также размещение датчиков, которые могут перехватывать сотовую связь потенциальную, средства геолокации подозреваемых. Мы уже говорим о тотальной слежке, о которых предупреждал Эдвард Сноуден. То есть, получается, будут следить за всеми всегда и везде, и не только за тем, как мы выносим мусор. И вот данная аппаратура, которая сейчас закупается, может, как я понимаю, использоваться где угодно, как угодно. Она ведь будет в том числе и скрытая. Это правда? Абсолютно верно. Поэтому тут будет очень сложно людям, не знающим, что за ними следят, даже зафиксировать нарушение своих гражданских прав и свобод. А возможность злоупотреблять такими полномочиями очень велика для местных и федеральных правоохранительных органов. Уж да, действительно, сказать старую дробую, избитую фразу улыбнить вас скрывает видеокамера, наверное, теперь не придется. Проблему и ноу-хау, так скажем, американских полицейских мы обсуждали в прямом эфире с адвокатом Григорием Красовским. Редактор субтитров А.Семкин